Добрый вечер, вы смотрите Культио Live в студии Ирины Ефимова. Услуги в сфере здравоохранения остаются самыми востребованными среди государственных услуг. И для доступности медицинского обеспечения в республике идет постоянное внедрение новых сервисов и услуг для населения. А сейчас, благодаря электронному формату, гораздо проще стало записаться к врачу или на диспансеризацию, получить электронные медицинские документы или сведения о результатах медосмотра. Все это стало доступно благодаря реализации нацпроекта здравоохранения. Чем может гордиться республика в медицине, над чем еще предстоит поработать, сегодня поговорим с руководителем Центра медицинской профилактики и Центра мобильных бригад Аленой Никитиной. Алена Михайловна, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте начнем с эпидобстановки, самая горячая тема. Осеннее время, пора вирусов, пора инфекций. Я уже переболела, например. Вот, какие сейчас главные такие задачи стоят перед системой здравоохранения? Ну, конечно, во-первых, это сезонный момент. Каждый год бывает осень. Мы не должны об этом забывать, что мы должны осенью, ну, так скажем, перед тем, как наступит школьная пора, да, когда дети активно, детский сад пойдут, да, и прочее. Нужно обязательно прививаться. То есть нужно к этому сезону готовиться. Самый все-таки основной профилактический щит от сезонной инфекции вирусных – это вакцинирование. Конечно, это вакцинирование. Мне кажется, все об этом уже знают, что надо делать это заранее. Сейчас в республике, во всех медицинских организациях есть все необходимые вакцины для этого. Поэтому, пожалуйста, еще не поздно. Надо сейчас уже готовиться к сезонному подъему эпидемиологическому. Ну, конечно, нужно беречь себя от переохлаждений, больше кушать овощей, фруктов, контролировать вообще свое состояние, так скажем. А прививки положены бесплатно? Да. Все по национальному календарю прививок для детей, для взрослых. То есть к своей поликлинику обращаться? Да. Да. Действительно, можно записаться в электронных сервисах. Сейчас с этим, в принципе, мне кажется, проблем нет. Если подписан на госуслуги, в общем-то, это уже, мне кажется, вошло в нашу жизнь. Мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос моей гостям можно позвонить в студию по номеру 841 12 42 14 39 или отправить сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 05 02. И, конечно, вопрос задать можно через наше мобильное приложение. Чтобы его скачать, нужно отсканировать QR-код, который вы видите на экране, включить прямой эфир телеканала Якутия 24 и в всплывающем окне задать вопрос. Вот сейчас уже не проверяют сразу на коронавирус. То есть, если раньше при малейших признаках простуды сразу же отправляли на анализы на ковид, то значит, коронавирус у нас на спад пошел уже? Ну, в общем-то, да. Сейчас все-таки подходы поменялись. То есть, действительно, не нужно сразу сдавать. Но если у врача будет, так скажем, подозрение на новую коронавирусную инфекцию, я думаю, тоже можно сдать ПЦР по месту жительства. А что вы, как врач, вкладываете в понятие здоровья? Здоровье – это когда есть абсолютное благополучие во всех моментах. В физическом, в ментальном, в социальном благополучии. Это все есть составляющие в целом здоровья. А как вам кажется, граждане стали сейчас ответственнее подходить к вопросам личного здоровья? Безопасности? Ну, вообще хочу отметить, что, конечно, тренды современные, они меняются. Потому что, мне кажется, все-таки вот этот очень достаточно сложный период, который мы все вместе прошли, я имею в виду коронавирус, конечно, борьбу с пандемией, они все-таки нас многому научили. Конечно, нужно ответственно относиться к своим здоровьям. Они нас научили мыть руки. Да, прежде всего, конечно, к гигиене. Да, что это очень важно. Что носить маску можно и нужно. Особенно, если ты болеешь. Для того, чтобы не распространять, конечно, инфекцию. И самое главное, то, что если ты заболел, то не нужно превозмогать боли героически ходить на работу, а нужно посидеть дома и не заражать окружающих. Да, обратиться нужно в полиэтиленнику свою, да. И действительно лучше все-таки полечиться. И для того, чтобы, конечно, прежде всего для себя, чтобы не было осложнений. То есть люди ответственнее стали, да? Да. Люди стали ответственнее. Но, конечно, есть еще над чем работать. Мы сейчас, конечно, активно работаем над тем, чтобы люди были грамотнее в вопросах своего здоровья. Ну вот вы сказали, что здоровье как физическое, так и ментальное. В последнее время вообще стало модно говорить про ментальное здоровье, хотя раньше мы такого сочетания вообще не знали. То есть нужно следить помимо здоровья физического, да, еще и за моральным состоянием своим. Да, конечно. Это все-таки, так скажем, контролировать стресс, да, стараться снимать стресс. Нужно, естественно, ну сейчас вообще, в принципе, действительно достаточно в сложное время мы живем. Действительно много вызовов, как мы говорим. Причем это невысокие слова. Это же действительно так и есть. Достаточно непростое сейчас время. Конечно, нам нужно, во-первых, беречь друг друга, да, стараться позитивнее относиться. Ну и, конечно, следить за своим ментальным здоровьем. Нужно высыпаться, нужно стараться, так сказать, не подвергаться стрессу, да, либо стараться как-то его снять, по крайней мере. Ну, вы руководите также центром мобильных бригад. Вообще вот эти вот мобильные бригады, которые посещают труднодоступные районы Якутска, ну, очень много благодарностей по этому поводу, да, в адрес медиков мы слышим. И даже на прямой линии главы там были вопросы. Всегда бывают вопросы, приедут ли к нам, значит, эти мобильные бригады. Вот как себя вообще показывает эта практика? Почему раньше до этого не додумывались? Нет, на самом деле я думаю, что мы о том, как оказать более доступную и качественную помощь жителям арктических районов, это всегда было обязанностью, да, Министерства здравоохранения, в том числе, конечно, да, но, наверное, у нас все-таки у нас появилась возможность эту помощь действительно оказывать качественнее, своевременнее, да, более своевременно, так скажем, потому что, первых, весь прошлый год, 22-й год, он был у нас, так скажем, подготовительным, значит, после того, как, значит, глава республики, Айсен Сергеевич Николаев, значит, в своем послании к Государственному собранию в декабре 2021 года очень четко обозначил эту задачу, что нужно развивать арктическую медицину. В начале 2022 года в Министерстве здравоохранения была создана проектная лаборатория по арктическому здравоохранению, вот, и в течение года мы проводили различные мероприятия, значит, на которых мы обсуждали, как это сделать. Ну, то есть, вначале мы говорили о текущей ситуации, да, какие там показатели здоровья у населения Арктики, ну, и так далее. И как раз-таки мы очень много общались на различных площадках с теми именно органами исполнительной власти, да, которые, так скажем, заинтересованы в этом. Это, конечно, и Министерство транспорта, и Министерство инфокоммуникации, да, это и наш финансовый орган, территориальный фонд обязательного медицинского страхования, да. И в конце года мы как раз-таки пришли вот к тому, что мы разработали проект, который был инициирован Айсен Сергеевичем, значит, о новой модели организации первичной медико-санитарной, первичной специализированной медицинской помощи. Это как раз-таки, если говорить простыми словами, это бригады узких специалистов. Ну, десант врачей так называемый, да? Мы, в принципе, даже не десант говорим, да, а мобильные, да, бригады, потому что, мне кажется, именно вот это прижилось. И действительно мы слышим очень много положительных отзывов, потому что действительно население Арктики, оно очень нуждалось, значит, в этой помощи. И мы охватили все 13 арктических районов нашей республики, все 89 населенных пунктов уже не по одному разу, а многие населенные пункты и по три раза, да, у нас получилось. Ну, то есть работа продолжается на самом деле, и мы сейчас как раз-таки выходим на такой системный подход в этом вопросе. Для того, чтобы это не разовые, как раньше, наверное, были, в принципе, у нас действительно были выезда всегда, на самом деле, в арктические районы, но все-таки они несли более такой, так скажем... Акционный, да? Да, действительно акционный, да, характер. А сейчас мы это приводим в систему, мы активно занимаемся диспансерным наблюдением, да, мы взяли на диспансерное наблюдение наш республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики. Мы взяли более 2000 пациентов на диспансерное наблюдение. Конечно, в первую очередь это, ну, порядка 40%, а вот общего числа это пациенты с болезнями системы кровообращения все-таки. Вот, это и с болезнями органов дыхания, и эндокринными заболеваниями и так далее. И сейчас в Арктике работает порядка пяти мобильных бригад. То есть уже просто возвратились другие бригады, в принципе, успешно съездив, так скажем, в сентябре, потому что второй этап у нас начался с августа месяца. В августе месяце ездило семь бригад в районы, в сентябре шесть бригад выехало, и вот в октябре у нас запланированы две педиатрические бригады, мультидисциплинарные. Какие районы? Это Жиганский район и Абыйский район. Ну, хочется действительно отдельно сказать, наверное, про детские бригады, потому что, конечно, детское население также нуждается в именно первичной специализированной помощи, то есть это узкие специалисты. Ну, хочу отметить, что все-таки детские именно узкие специалисты, они у нас, конечно, такие, так скажем, специалисты, которых не так много на самом деле в республике. Но это уникальные специалисты. Поштучные практически, да? Да, это действительно практически штучные специалисты. Мы во время наших выездов делаем заборы анализов, исследования и оказываем мне нужную помощь на дому маломобильному населению каждого населенного пункта. И проводим также динамическое наблюдение, то есть это и созвоны с пациентами. Ну, то есть работа такая активная на самом деле, потому что работа, так скажем, ну, в чем тяжелая? Все-таки арктические районы, они занимают практически половину республики, и транспортная доступность, она действительно очень сложная. Очень большие расстояния, это и погодные условия. Ну, там есть такие населенные пункты, куда вообще на Буране только доехать зимой, например? Да, конечно, были, конечно, у нас, так скажем, разные условия, да? И пришлось там в Нижнеколымском на Буране, к примеру, там весной перевозить наших специалистов. Летом все-таки это больше авиаперевозки на вертолетах, очень много мы выезжали. Мы выезжали, и речным транспортом тоже. Ну, в общем, все виды транспорта практически у нас были задействованы. Во-первых, перед тем, как мы выезжаем, естественно, строится логистическая карта каждого района, как поедем, каким транспортом долетим, сколько по времени будем. Ну, то есть учитывается все. И сколько населения в каждом конкретном населенном пункте. Ну, конечно, когда мы вот первые выезда у нас были, достаточно было такое серьезное. Во-первых, это серьезное привлечение ресурсов, как и специалистов, так и, естественно, финансов. Ну, и потом, если первый выезд, понятно, что люди, у которых не было там годами возможности попасть к какому-то специалисту, там и очередь образуется, и желающих больше. Ну, да, но я еще раз говорю, что все-таки наша задача больше выстроить более системную как-то работу, да, и системное вообще наблюдение за пациентами. А вот пока мы говорим только об Арктике, да, когда говорим о мобильных агрегатах? Потому что есть ведь труднодоступные населенные пункты у нас не только в Арктике отдаленные. Ну, в планах у нас, я имею в виду, Министерство здравоохранения совместно с территориальным фондом и обязательного медицинского страхования, конечно, есть. И мы, в общем, 24-й год, думаю, что возможно, возможно, будет и такая практика даже, потому что действительно труднодоступные населенные пункты, которые перечислены в постановлении правительства республики, они есть практически во всех районах нашей просто необъятной республики. Не только в Арктике? Да, не только в Арктике. Но если говорить, так скажем, о первых результатах, конечно, хочется сказать о том, что, конечно, мы нацелены в основном на выявление неинфекционных хронических заболеваний, да, которые являются причиной смертности, инвалидизации населения. То есть сердечно-сосудистые, прежде всего, онкологические заболевания, конечно. Это сахарный диабет, это, так скажем, тоже эпидемия мировая, кстати, на самом деле. И это заболевания, характерные нашей республике, это болезни органов дыхания также. Вот это, то есть, хроническая, абструктивная болезнь легких, бронхиальная астма тоже достаточно, в общем-то, много. Ну, хочется отметить, что в наших бригадах еще были и врачи-травматологи-ортопеды, потому что тоже, в общем-то, характерны, да, болезни суставов для все-таки для нашего населения. Все-таки у нас холодно, конечно. Вот этот холодовой фактор, он имеет значение. И как раз я хотела сказать, что 85 человек было направлено с подозрением на онкологические заболевания. Большая часть из них обследовалась в нашем Якутском-Мосипубликанском онкологическом диспансере. 16 пациентам этот диагноз Грозный подтвердили. И 12 из этих заболеваний установлены на первой-второй стадии. Вот это хочется отметить, потому что это самое главное все-таки... Это вот тут, для чего это делалось, да, ранняя диагностика? Это выявление для того, чтобы можно было своевременно помочь пациенту в борьбе с этим, знаете, коварным заболеванием, которое на самом деле очень молчаливое. И, ну, очень долго может не подавать никаких таких серьезных, наверное, признаков на самом деле, да. И, конечно, только во время именно скрининговых исследований, во время профилактических медосмотров можно установить данный диагноз, заподозрить. А какие еще меры, кроме мобильных бригад, вот, для обеспечения доступности медицинской помощи, профилактики? Ну, наверное, будем все-таки говорить в целом о профилактике, потому что профилактическими мероприятиями должны заниматься все медицинские организации, что у нас и делается в республике. Конечно, основным инструментом в этом, в раннем выявлении, все-таки является диспансеризация взрослого населения, профилактические медицинские осмотры. То есть нужно своевременно приходить в поликлинику, обследоваться. То есть на самом деле у нас в здравоохранении все для этого есть. То есть это бесплатно абсолютно все процедуры, тем более сейчас можно записаться отдельно на диспансеризацию через госуслуги. Для того, что, мне кажется, все-таки мы за эти последние годы и население тоже в том числе, и медицинские сами организации привыкли к онлайн, так скажем, записи. Это очень удобно, когда человек подходит по времени, а не сидит там и не ждет часами своей очереди. Тем более сейчас в поликлиниках отделение медицинской профилактики не выстроено и так, чтобы это практически чекап, что можно там, в общем, за короткий период пройти, такие основные осмотры, сдать кровь, посмотреть уровень сахара в крови, холестерина. Потому что это действительно основные те инструменты, которые выявляют на раннем этапе какие-то признаки заболевания. Это могут быть не сразу заболевания, это могут быть риски развития хронических неинфекционных заболеваний, такие как преддиабет может быть, предожирение, неправильное питание выявления, артериальная гипертония, которую надо контролировать. То есть все состояния, свое здоровье нужно постоянно контролировать, не нужно это спускать. Ну вот как раз одна из акций, пришедшего сентября, это была акция «Добрый вечер, доктор», как раз когда в Якутске были такие мобильные пункты, в чем необходимость подобных мероприятий, сколько получилось охватить горожан? Да, за этот период, практически за полтора месяца, мы охватили, более 12 тысяч жителей, я думаю, гостей города Якутска. И тоже, в общем, хороший результат по онкологическим заболеваниям. Достаточно большой из, значит, наши... Ну, во-первых, мы располагались действительно в мобильных комплексах, да, которых были расположены на территории города Якутска, их было пять, и еще два мобильных комплекса, оснащенные флюорографом и маммографом. И была действительно такая уникальная возможность у трудоспособного населения, ну и не только, но, конечно, все-таки нацелены мы были на трудоспособное население, которое работает все время, не находит время для того, чтобы прийти в поликлинику. Вот я и хотела спросить, потому что все-таки у жителей Якутска, по сравнению с жителями той же Арктики, труднодоступных каких-то небольших населенных пунктов, вроде бы у нас все есть, вроде бы все специалисты есть, можно пойти записаться на диспансеризацию, на что вот тем не менее все равно вот такие акции востребованы. Да, ну просто, знаете, мне кажется, вот я не зря в самом начале говорила о том, что о грамотности вопросов здоровья. Может быть, многие не знают, что на самом деле поликлиники у нас работают до 20 часов вечера. Можно до 20 часов вечера записаться на любое, так скажем, исследование, процедуру, да, на какую-то, значит, на консультацию к специалисту. Можно прийти и вне рабочего времени. Все-таки основная масса у нас работает, ну, стандартно, до 18 часов. Вот, и поэтому мы этой акции, конечно, хотели привлечь внимание к тому, что можно вечером прийти и обследоваться. Можно вообще на самом деле работодатель у нас, это у нас уже установлено законом, работодатель, значит, работающим лицам должен предоставлять один оплачиваемый рабочий день в течение года для прохождения диспансеризации и профилактического медицинского осмотра. Это обязанность работодателя, что мы и делаем на самом деле. То есть в законе это прописано? Конечно, конечно, это прописано уже, значит, а лицам пенсионного, так скажем, возраста, да, которые работают, тем не менее, у них еще вообще два дня дано на диспансеризацию, которые, ну, оплачиваемые дни, два дня можно взять и пройти профмероприятие. Ага, то есть работающий пенсионер может два дня взять? Да, может два дня взять. Вот, и все-таки мы хотим привлечь внимание в трудоспособное население, потому что это как раз-таки то население, которое меньше приходит на наши профилактические мероприятия. Вот, а болеют на самом деле и могут заболеть все, конечно, любой человек. Ну, в последнее время вообще довольно много Минздравом проводится разных мероприятий и акций по профилактике, да, вот на прошлой неделе была неделя сердечных заболеваний, профилактики сердечных заболеваний. Вот, опять, удалось ли привлечь внимание, сколько там, ну, какая-то статистика, я не знаю, сколько... Ну, во-первых, во всех медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Республики, конечно, проводились различные акции. Это были и круглые столы, и вот такие акционные, так скажем, да, выходы на предприятия и, значит, в организации и проведение дней открытых дверей, да. Мы в городе Якутске совместно, значит, наш Республиканский центр общественного здоровья, медицинской профилактики и медицинские организации расположены на территории города Якутска. У нас было несколько акций, да. Мы выходили, значит, на предприятия и проводили у них беседы, значит, о том, значит, о сердечно-судистых заболеваниях, о заболеваниях сердца, об артериальной гипертонии, ну, таких наиболее распространенных, так скажем, заболеваниях, да. Ну, они ведь по-прежнему первая причина смертности, да? Да, да, конечно. Болезненные системы кровообращения, так называемые сердечно-судистые заболевания, они являются одной из основных причин смертности и инвалидизации населения как в мире, так и в России, так и в Республике Саха и Якутия. Вот, поэтому, конечно, мы хотели привлечь всеобщее внимание, что, значит, и вот за этот, так скажем, за эту акцию, ну, во-первых, в городе Якутске мы измерили, так скажем, среднее артериальное давление, ну, оно в пределах, слава богу, оказалось нормы, но, тем не менее, мы обратили внимание, что порядка 11% это были, ну, жители города Якутска, да, у которых есть повышенное артериальное давление, а небольшой процент у нас был даже с высоким артериальным давлением, то есть люди даже имея, так скажем, какое-то уже заболевание, да, это очень грозное заболевание на самом деле, если его не контролировать, артериальная гипертония, которая может вызвать какую-то сосудистую катастрофу, как инфаркт миокарда, либо инсульт, поэтому нужно к этому, конечно, все-таки регулярно действительно проходить и профосмотры, и вообще обращать на это внимание. А если диагноз установлен уже, артериальная гипертония, и назначено лечение, нужно это лекарство пить постоянно. В этом и заключается на самом деле лечение артериальной гипертонии и его тоже системности. Лекарства нужно пить каждый день и контролировать свое, так скажем, свои цифры здоровья. Ну, со 2 октября, с этого понедельника, началась другая неделя, неделя борьбы с ракомолочной железы. Почему именно рак молочной железы выделен так вот отдельно, то есть не просто онкологических заболеваний, а вот это какая-то особенная... Ну, конечно... То есть он больше распространен или что? Да, во-первых, рак молочной железы у женщин, он находится на практически первом месте. Ну, в каждых регионах, конечно, так скажем, по-разному, да. Но, во-первых, 15 октября у нас будет день борьбы с ракомолочной железы, да. Розовая ленточка, то есть этот международный день, розовая ленточка, мне кажется, многие слышали, наверное, да. Как раз-таки, когда специалисты хотят привлечь внимание именно к раку молочной железы, что нужно регулярно, во-первых, женщинам старше 40 лет нужно в рамках диспансеризации, прохождения мероприятия диспансеризации, один раз в два года обязательно делать маммографию. Потому что маммография – это как раз-таки то исследование, да, скрининговое, которое более чем в 80% может установить диагноз. Либо, ну, это не обязательно онкологическое заболевание, да, в смысле злокачественное заболевание, да, это может быть и добокачественные опухоли молочной железы, таких тоже достаточно много, да. Но, чтобы они, так скажем, не переродились, там более грозное заболевание, конечно, лучше установить заранее. Тем более, действительно, у нас можно это пройти в любой поликлинике по месту жительства, да, и также у нас есть некоммерческая организация «Белая роза», где тоже нужно записаться и пройти скрининговые исследования. Хотелось бы еще поговорить про медицинскую реабилитацию, по услуге, по медицинской реабилитации. Вот что сейчас в перечень этих услуг входит, и тем более, ну, понятно, что на отдельном внимании находятся участники специальной военной операции, да, которые тоже нуждаются в медицинской реабилитации. Вот как? Да, у нас есть головное учреждение, которое занимается медицинской реабилитацией, это республиканский центр реабилитации, да, и там действительно можно, сейчас тоже нет никаких проблем на самом деле, можно записаться на реабилитацию после различных заболеваний. Ну, конечно, если это касается не, к примеру, участника специальной военной операции, да, то это нужно сделать тоже через свою поликлинику, в которую вы прикреплены. И если вы действительно нуждаетесь в каких-то мероприятиях реабилитационных, ну, это может быть и постковидные, к примеру, да, у нас есть отдельная программа постковидной реабилитации, да, есть программа после операции каких-то сложных, да, если это, ну, там, к примеру, был заменен, там, я не знаю, сустав там или еще что-то, да, в принципе, как бы показания на самом деле могут быть разные. Вот, и у нас действительно есть очень хороший реабилитационный центр, где можно это все пройти, ну, главное, получить направление. Ну, наверное, желающих больше, чем в центре все-таки. Да, ну, у нас реабилитацию сейчас можно получить и по месту жительства, если у поликлиники есть лицензия на проведение реабилитации в амбулаторных условиях, то есть в условиях дневного стационара. Такая помощь тоже оказывается. Ну, если, раз уж мы заговорили про специальную военную операцию, да, как сейчас вот налажена маршрутизация госпитализированных раненых? Ну, я действительно, так скажем, тоже причастна к этому направлению. В декабре месяц мы с коллегами работали в Ростовском военном госпитале, который является, так скажем... Ну, это такой хаб, куда направляются первоначально все раненые. Да, действительно, хаб, да, потому что туда привозят раненых бойцов с обоих фронтов, и там происходит как бы оказание первичной специализированной помощи, да, то есть если бойцу нужно там провести операцию, да, то есть все это делается на месте, а далее уже на дальнейшее лечение пациентов всех отправляют в свои госпиталя в военные. И все это распределяется по тяжести состояния. То есть если это тяжелые ранения, да, которых нуждаются там в какой-то специализированной помощи или высокотехнологичной помощи, их сразу направляют в госпиталя центральные, это Москвы и Санкт-Петербурга. А если ранения там в легкой степени, да, то могут отправить в тыловые госпиталя, которые есть у нас в Российской Федерации. А далее уже после выздоровления, значит, участник СВО, он возвращается в свою военную часть, откуда был направлен, и далее уже военно-врачебная комиссия решает, значит, куда он дальше будет направлен. Если он выздоровел, скорее всего, он вернется обратно, значит, на поле боя, да, а если он, к примеру, ждается реабилитация, то его могут отправить в военный, значит, санаторий, где он пройдет реабилитацию, да. Ну, некоторым дают отпуска, в общем, все по-разному. Но в любом случае любой мобилизованный, либо он, к примеру, доброволец, он все равно считается, значит, относящимся к Министерству обороны. Поэтому, конечно, всю медицинскую помощь он должен получить от Министерства обороны. Но ведь вы выезжали с коллегами вместе, опять же, по заданию главы республики. Да, мы работали в рамках единого координационного центра. И, ну, зная то, что как необходимо оказать помощь, все-таки действительно рук в госпитале не хватало на тот момент. Да, и мы были, наверное, одной из первых вообще, это была вообще инициатива действительно Асена Сергеевича, вот так, чтобы направить гражданских медицинских работников, да, гражданских врачей на помощь в госпитале. Военный именно госпиталь, да. Конечно, мы работали... Вы там вообще первые, наверное, были? Ну, да. Из регионов. Да, мы из регионов действительно были первые, потому что в основном там были наши коллеги военные врачи, которые были направлены там из центральных госпиталей, да. Ну, то есть это были военные все-таки врачи. И, конечно, когда с нами еще приехал, кроме хирургов, у нас был еще с нами врач-психиатр, потому что такая помощь там тоже очень нужна, да, именно как психотерапевт, как врача-психиатра, конечно, да. Такая помощь была очень необходима. И вообще, в принципе, конечно, руководство госпиталя, оно очень благодарно было нам. Ну, и когда мы уезжали уже, как бы получили, так скажем, напутствие, да, от наших коллег, которые работают в госпиталях, потому что там нужны были как раз и специалисты среднего медицинского персонала, это и перевязочные сестры, да, и фельдшера. Поэтому мы вот в последующем уже в бригадах, которые формировались, уже вот с этим учетом ездили наши коллеги и среднего медицинского персонала. Ну что, спасибо вам большое за беседование. Это время подошло к концу. Самое главное, чтобы здоровый образ жизни, чтобы все занимались профилактикой, в общем, своего здоровья. Вот, и здоровья желаю и нашим зрителям. Это была программа «Якутия.Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19.15. Расскажем, чем живет Якутия. Расскажем.